Содержание и качество турпродукта, который предлагается в Петропавловске пассажирам круизных лайнеров, должны работать на положительный имидж полуострова и страны в целом. Ирина Яровая провела селекторное совещание с властями Камчатки по развитию туристической сферы. По словам парламентария, качество предлагаемого в столице края турпакета должно контролироваться регионом, а инфраструктура туризма должна быть привлекательной и доброжелательной по отношению к иностранным гостям. Мы с вами провели действительно колоссальную работу для того, чтобы на Камчатке появились иностранные круизные суда, получили колоссальную поддержку федерального центра, большие целевые средства, вся инфраструктура, которая береговая, создана. Но давайте создадим инфраструктуру и качество услуги уже в самом городе и вообще на территории края. Исходя из тех уникальных мест, которые у нас есть, какую инфраструктуру нужно достроить, какие площадки создать, какие договоры заключить, в каких культурных объектах и так далее. Вот о чем должен быть разговор. Ирина Яровая считает, что для гостей полуострова нужно предусмотреть в драмтеатре, на сцене краевой филармонии, на не на стационарных площадках в центре города выступления творческих коллективов, в том числе национальных. По ее словам, властям краевой столицы необходимо особое внимание уделить санитарным объектам в центре города, так как они во многом определяют впечатления, которые формируются о Камчатке у иностранных туристов. К тому же, как отметили на совещании, прогнозируется увеличение количества иностранных туристов, которые прибывают в Петропавловск на борту круизных лайнеров. В 2018 год нами оформлено 8 круизных лайнеров, всего лишь, которые доставили в порт Петропавловска 18266 лиц. А за небольшой период этого года, и буквально позавчера мы обрабатывали судно, уже было 6 круизных заходов с количеством пассажиров и членов экипажей, которые приняли решение на сход с борта, 13902 человека. Происходит, мы видим, значительное увеличение пассажиропотока и нагрузки, соответственно, на личный состав подразделения погранконтроля и других федеральных органов исполнительной власти, особенно Росморпорт, с обеспечением всех вопросов безопасности мореплавания и стоянки судна в порту. Наш прогноз – это увеличение данной категории граждан. Как отметили на совещании, благоустройство центральной части города находится под личным контролем губернатора Владимира Илюхина. Но сегодня есть планы и по развитию центральной части города. Это вот, в частности, сопка любви наша. Мы туда недавно выезжали, Владимир Ильич нас туда собирался, в том числе и город там был. Там очень хорошая реконструкция ведется. В этом году мы закончим набережную. В этом году мы решим вопрос по парку и визит-центру в районе строительства гостиницы. Новый дом мы тоже посещали. Владимир Ильич нас тоже собирал и увозил туда на озеро. Буквально сегодня я проводил совещание по рабочей группе с экологами. Там есть некоторые накладки. Но вот эта туристическая зона в центре города, она, по крайней мере, сегодня понятна, как она должна развиваться. У нас рядом с территорией морвокзала, и там же, насколько я знаю, это тот же самый судоремонтный завод «Фрезак», который на сегодня тоже преобразует в туристическую зону. Там у нас стоянка для яхт, ее тоже можно преобразовать. Потому что по опыту других стран, везде рядом с морвокзалами, везде присутствуют какие-то клубы, везде присутствуют какие-то рынки, везде присутствуют какие-то там национальные, там продают предметы. Это можно организовать, и территория там позволяет. В конце совещания было решено, что правительство и законодательное собрание края тщательно проработают имиджевые аспекты приема круизных лайнеров и вопросы туристической инфраструктуры.